Здравствуйте! Это программа и я там был. Максимум полезной информации с первых уст для тех, кто задумался о путешествии. Швейцарские часы, швейцарские банки, швейцарский шкалат и сыр. В этой крохотной стране самый высокий уровень жизни. И она, пожалуй, одна из самых популярных стран в Европе. Сегодня поговорим о Швейцарии. Стране гор, озер и счастливых людей. Швейцарию называют Европой в миниатюре. Она умещает в себе пленительные особенности целого континента в пределах одной страны. Климат Швейцарии умеренный. Ему не свойственны крайние проявления жары, холода или влажности. Средняя температура лета 23 градуса, зимы 0 градусов. Температура зависит от места положения над уровнем моря. Столица Берн. Время отстает от московского на 2 часа. Государственные языки немецкий и французский. Английский язык распространен повсеместно. Денежная единица – швейцарский франк. Регулярные маршруты автобусов действуют по всей стране. Стандарты безопасности и надежности автобусных путешествий не имеют аналогов в мире. Развита сеть железнодорожных линий. Движения в Швейцарии правосторонние. Заказ такси осуществляется за 48 часов. Традиционная покупка в Швейцарии – наручные часы. Стоят они обычно меньше, чем в других странах. В воскресенье магазины закрыты, кроме тех, что в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и в местах остановок для отдыха. Налог на добавленную стоимость составляет 7,5%. При везде из страны вы можете вернуть его прямо в аэропорту. К оплате в магазинах принимаются все основные кредитные карточки. Рассказать об этой уникальной стране согласился наш сегодняшний гость и бывало турист, человек, который побывал почти в 30 странах Европы, Александр Красовский. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Александр, это правда, что вы объехали всю Швейцарию на велосипедах, причем с двухгодовалым малышом? Почему именно этот вид транспорта и почему Швейцария? Да, этот вид транспорта выбрали, потому что в Швейцарии очень дорогие билеты на поезда. И поэтому это очень экономично, ну и плюс мы очень любим ездить на велосипедах, а это наше хобби, и очень любим путешествовать. И это была прекрасная идея, совместить два любимых занятия. А малыш у нас, ну, привык к спартанской обстановке, он с нами всегда ездит во все путешествия, уже у него большой паспорт, там очень много-много разных штампов, наверное, он уже в странах 35-38 европейских побывал. У них есть такой сайт www.велоланд.цх, не сочтите за рекламу, там только 9 национальных дорожек, они называются в зависимости от рек, основных там Аары, потом Рона, Альпийские дороги, Озерная дорога, которая связывает 10 самых больших, самых живописных озер Швейцарии, Женевская, Цюрихская, всем известные, наверное, озера, даже тем, кто не был никогда в Швейцарии, насколько они чистые и красивые. Это действительно очень живописные, захватывающие виды, открываются там, когда ездишь на велосипеде по стране. Ну и вообще страну можно понять, если ее в идеале, конечно, прошел пешком, но как минимум пройти на велосипеде, потому что увидеть страну, проехав там по автобану или на машине, на поезде, и тем более прилетев на самолете, ничего в стране не узнаешь, не познаешь. С августа 2010 года мы проехали на двух велосипедах и одном детском велосипедном кресле, которое крепилось сзади. Сторона горная, то есть километраж не очень впечатляющий, мы проехали всего 1300 километров, но если учесть, что километров, наверное, 1100 из этого приходилось ехать в гору, а что самое страшное было еще с горы, потому что у жены где-то на 9-й день отказали тормоза, и ей приходилось очень нелегко. Я думала на одном из самых сложных перевалов, что останусь, наверное, вдовцом, но она умница, выдержала все прекрасно, осталась жива и не уредина. Швейцария вообще удивительная страна, насколько я знаю, там представлены три национальности, это и немцы, и французы, итальянцы, естественно, раскладываются на местном менталитете. Кто же такие швейцарцы? Швейцарцы, да, это такой мультикультурный замес очень интересный, там процентов 70, наверное, немцы, процентов 15-20 франкоязычные швейцарцы, процентов 10 италоязычные швейцарцы, и около 50 тысяч там живет, это очень незначительный процент так называемых ретерроманцев, которые говорят на языке ромаш. К ним отношение в Швейцарии такое же, как у нас к чубчам, про них очень много анекдотов, они такие немножко отмороженные, живут высоко-высоко в горах, потому что немцы это бывшие алиманские племена, которые постепенно осваивали Швейцарию, французы это бывшие гальские племена, а высоко в горах, куда никто не забрался, там и остались же дитя ромаши, но самые настоящие швейцарцы. Вы находились в этой стране почти месяц, и наверняка усвоили какие-то местные правила, чего ни в коем случае не стоит делать Швейцарии. Ну не стоит там нарушать правила, это очень законопослушная страна, то есть мы ездили туда, вообще, ну да, страна очень дорогая по жилью, и мы ездили туда с палатками, и когда была такая возможность, старались ночевать в палатках, на открытом свежем воздухе. Но в Швейцарии это не приветствуется, вся земля частная, все владения частные, везде перечеркнутся эти палатки, и на вас в любой момент могут там стучать, приехать полиция, могут вас в участок забрать, поэтому приходилось очень поздно ночью эти палатки разбивать, и очень рано утром их собирать, чтобы там заночевать. Плюс езда на велосипеде, например, без огней спереди, сзади, и когда вы не обклеены полностью всякими наклейками, ночью запрещена. Однажды мы выехали на автобан тоже, смотрим, какая хорошая дорога пошла велосипедная, и никто по этой полосе не едет, это так называемый осос-полоса, и в Европе по ней не принято ездить, даже если будет все забито пробкой на первой и на второй полосе, по этой полосе, которая специально только для скорой помощи, никто не будет ехать. Но мы вот по ней едем, едем, и тут смотрим, на машины начинают сигналить, и полиция едет, уже кто-то настучал, стучат страшно там друг на друга, мы каким-то чудом там перебежали, на велосипедную дорожку уже ее заметили, перелезли через ограждение, но все равно нас настигла полиция, ну очень доброжелательная, я поговорил с ним по-французски, все, что по-французски знал, сказал, и с Визимуаком, и так далее, мы нас отпустили, простили. В таком случае, а что из местных обычаев, традиций вас больше всего удивило? Поразило больше всего то, что в армии служат все, нужно отслужить три года, можно отслужить сразу три года, можно отслужить год и потом призываться на сборы до 36 лет, где-то на месяц. Служить идут охотно, служить очень трудно, там они, у них очень жесткий режим, жесткая дисциплина, они в 5 утра встают на этих сборах, в 12 ложатся, выматываются очень здорово, там некоторые маршруты, например, могут быть перекрыты для велосипедистов, для туристов, потому что там идут тренировки армии. И у каждого швейцарца под кроватью лежит так называемая министерская консерва, это тысяча патронов, которых нельзя никогда открывать, то есть если открываешь штраф в тысячу франков. Но когда начинается война, каждый швейцарец достает эти патроны, берется автомат, приходит на сборный пункт, и это то, что страну очень трудно будет захватить, хоть она такая благополучная, это будет вторая Чечня. У них везде схроны с оружием, у них так называемый план крепости Швейцарии, неприступно, на тот случай, если их кто-то придет захватывать. Есть такой миф, что они ни разу не воевали, до середины 19 века это была самая неблагополучная страна Европы, там постоянно воевали, все со всеми. И поэтому самыми лучшими наемниками считали швейцарцы. Отсюда и пошло выражение швейцар, которые стоят в ресторанах и в гостиницах на дверях. Потому что когда французские короли пытались не платить им денег, они говорили так, нет денег, нет швейцарца. И уходили, и шли на службу к тем, кто хорошо платил. И так в конце концов докатились до того, что стали швейцарами. Например, в Муссолини, Папская гвардия тоже состоит из швейцарцев. И когда Муссолини хотел Папскую область ликвидировать и захватить ее, то эти 200 швейцарцев, они на полном серьезе хотели вести войну со всей итальянской армией. Они окапывались там, делали сроды и так далее. Очень мужественные люди, да. И очень себя подтянутые там, мужики, конечно, от и до. То есть, ну, потому что вот эта физическая подготовка чувствуется. Ну, а чтобы более подробно познакомиться с местными обычаями, предлагаю посмотреть рубрику «Их традиции». «Их традиции» Таким образом, они нарушают закон тишины. Празднование дней рождений сводится к обычному ужину без подарков. Если вы пригласите друзей в ресторан, они заплатят сами за себя. Швейцарцы не готовятся к вечернему выходу. Как вышли с утра на работу, так и пошли в ночной клуб вечером. Чаевые давать не принято, за исключением ресторанов, где их размер не должен превышать 10% от счета. Их вручат только после того, как принесут сдачу. Насколько я знаю, Цюрих уже который год занимает первое место по уровню жизни. В чем это проявляется? В этом году его обогнал Ванкувер. Но вообще всегда в твердо входят в первую десятку нескольких швейцарских городов. Это Цюрих, Женева, Берн. Ну в чем? Воду из Цюрихского озера можно пить. Прямо на этом озере расположен город, финансовая столица Швейцарии. Воду можно пить. Озеро очень чистое, глубокое, 147 метров глубина. Там трамвай. В 1970 году там был референдум. Они отказались от строительства метро в пользу высокоскоростного, прекрасного трамвая. У нас их трамвай убирают, там их развивают. Там все даже долларовые миллионеры, работники банков, госслужащие ездят на трамваях. Можно увидеть людей, которые держатся за поручень трамвая, а у них здесь на руке часы за миллион долларов или за миллион швейцарских франков. Как будет правильно сказать? Не знаю. А вторая половина Цюриха ездит на велосипедах на работу. Мы, в частности, когда ехали, нам нужно было найти место, где заночевать. И нас взялся сопровождать человек. Он ехал, говорил с нами на английском языке. У нас плохой английский, но, тем не менее, он спокойно работает в Швейцарии, не зная немецкого. Глобализация. И в конце концов, когда он нас уже привез к нашему месту, в ходе разговора выяснилось, что это вице-президент одного из крупных европейских банков, который там представлен. И вот абсолютно демократичный, молодой, подтянутый велосипедист. У нас бы на такого, наверное, косо смотрели. Сколько килограмм шоколада может съесть среднестатистический швейцарец? И почему швейцарские часы стали пользоваться меньшей популярностью? Об этом и не только после короткой рекламы. В Швейцарии славится своим сыром. Я слышала, что этот продукт используют практически во всех блюдах. Расскажите о местной кухне, что стоит попробовать? Фондю, наверное, ели все, кто и не был в Швейцарии никогда. Там еще есть раклеты. Это такой сыр, специально продается раклетница. Такая раскаленная, раскаленный агрегат. На него кладется этот сыр, и туда заворачивается все, что угодно. Лук, картошка, овощи, фрукты, мясо, колбасы и так далее. Сыры там, конечно, совершенно изумительные, совершенно разные. Но много импортных, много французских, итальянских сыров. То есть это интересно, конечно, что кто-то осмеливается экспортировать в Швейцарию сыр. Кто-то, может быть, скоро начнет осмелиться экспортировать в Россию нефть. Но блюд, да, блюд очень много. И большое там имеет значение, какие кантоны. То есть есть так называемый ростеграбен. Вот есть такое блюдо рости из картофеля. Его едят в немецкоязычных кантонах и не едят во франкоязычных кантонах. Есть такой кантон город Фрайбург, и там как раз по нему проходит это ростеграбен. То есть на одном части города вы можете рости отведать, а на другом уже нет. Да, они очень жестко борются за свою национальную идентичность. И там французы пропагандируют французский образ жизни, а немцы немецкий. Итальянский кантон Тичино – это, конечно, праздник для гормана. Потому что там итальянская кухня, причем она впитавшая в себя многовековедные традиции вообще швейцарской кухни. Если вы большой горман, то вы обязательно должны заехать в этот кантон Тичино, который вообще отличается совершенно от всей Швейцарии. Потому что когда спускаешься с кантона Граубюнда на велосипеде, и ты оказываешься совсем сурового такого климата, потому что в горах вообще холодно, в средиземноморском климате там прекрасные озера, Луганское озеро, города Лугана, Лакарна, где знаменитый кинофестиваль проходит. Вот пальмы тут уже, только совсем недавно были безжизненные скалы. И, соответственно, вот эта итальянская кухня, мягкий темперамент, пылки и так далее, и так далее. Вас сразу приветствуют. Вы путешествовали по этой стране практически месяц. Насколько я знаю, в Швейцарии очень дорогое жилье. Как вы выбирали отели, и, может быть, есть какие-то вещи, на которых можно сэкономить? Да, очень дорогие отели. Останавливались, как я уже сказал, либо в палатках, ну, в палатках своей, то есть палатку либо ставили контрабандой где-нибудь. Однажды мы переночевали даже в центре города Сан-Гален. Мы там в центральном парке поставили эту палатку и там поспали часов шесть. Потом рано утром собрались, где-то полшестого утра, и пошли гулять по городу Сан-Гален. Ну, где можно, где было, нельзя уже было совсем поставить ее контрабандой. Ставили палатку в кемпинге. Но даже в кемпинге поставить палатку стоит очень дорого. Но я вам скажу для примера. Это может обойтись в 70 франков. Франк равен доллару одному. То есть 2100 рублей за то, что вы поставите свою палатку, и там переночуете втроем. Ну, один из них маленький ребенок. Еще такой момент интересный. В Швейцарии ночи не любят детей. То есть там берут деньги за детей, начиная там с нуля, наверное, с одного месяца. И уже он должен платить за то, чтобы жить в гостинице, даже если он спит с родителями на одной кровати. И в хостеле. И однажды, когда мы за него не заплатили, ну, просто нам уже надоело говорить, что у нас с собой ребенок, потому что всегда за них брали деньги. И нас утром поймали, повязали, сказали, что вы же с ребенком, вы об этом не сказали. Говорю, ну, ему два года. Говорю, ну, и что? Он же ел. Он же ел. Говорю, ну, сколько бы он там съел? Да, и нас очень жестко наругали. Мы останавливались там в трехзвездочном отеле, вот. Ну, достаточно дорогом. Этот город находится в 27 километрах от такого местечка. Оно называется Цермат. И там самый лучший вид из Швейцарии на гору Мотерхорм. Это самая большая достопримечательность. Она изображена на шоколаде Тублерон. Гора, она как острый зуб. И, ну, из этого Флимса мы добирались вот до этой горы Цермат. И, ну, дорогая гостиница стоила, я вам скажу, сколько. Ну, 200 франков. Это без завтрака. С завтраком 260. Да. Мы две ночи там ночевали. Потому что нужно было доехать до Цермата, вернуться. Ну, и уже надо было там же опять ночевать. Там распространены такие еще вещи, как ночлеги в стогах. Но мы, кстати, ни разу не испытали. То есть для того, чтобы даже в стогу сена переночевать, и царство возьмут с вас деньги. Ну, то есть это выглядит как действительно крестьянское подворье. Ну, мы проезжали, видели. Там действительно стога сена. Ну, сверху могут положить простыни, а могут и не положить. И с вас возьмут там 50-60 франков с каждого человека за то, что на этом стоге лежит. В Женеве мы видели отель. Он третий в мире по дороговизне. Отель Вудро Вильсон называется. На Женевском озере расположен. Там 65 тысяч франков в ночь стоит. Вудро Вильсон – это американский президент, который обосновал гигу нации в городе Женева. И, ну, в честь него вот назван этот отель. В Швейцарии есть что посмотреть и любителям искусства, и любителям природы. Может быть, вы расскажете те места, которые необходимо посетить туристам, ну, нарисуйте такой небольшой маршрут. В идеале я бы советовал всем повторить наш маршрут. Потому что, когда вы едете на велосипеде, вы ничего не пропустите. Нужно, конечно, посмотреть озера. Женевское, Цюрихское. Ну, у меня есть такой пунктик, я везде стараюсь искупаться. Во всех там реках, горных озерах, морях, где мы бываем. Вот. Обязательно там нужно искупаться. Еще есть там такое чудо природы. Лаутербруненская долина называется. Это самое глубокое ущелье в мире. То есть, вы представьте себе, может, километр сверху над вами горы, километр, ну, то есть, километр слева, километр справа, и посередине вот эта долина. В ней 77 водопадов. Среди них самый высокий водопад в Европе – Таубенбах. Тауб – это пыль по-немецки, бах, ну, ручей. И этот водопад произвел такое колоссальное впечатление на Гёте, на поэта, что он прямо там написал стихи. Эти стихи выбиты, большие достаточно стихи, на камни. Можно их там почитать, но они прямо на немецком языке написаны. Вот. Потом еще есть там Рейнский водопад. Река Рейн там перекатывается всей своей мощью и течет дальше. Ну, она начинается вообще как горная речушка. И вот это самый широкий водопад в Европе. Он не очень высокий, там, 25 метров, но он 150 метров в ширину. И когда ты увидишь, ну, ты понимаешь, каково жителям Японии, когда они видят цунами. Это очень впечатляющее зрелище. Причем мы были там два раза. Однажды мы там были, ну, не во время его пробега, просто приезжали на этот водопад. Смотрели его слева. Это, ну, совсем не те впечатления, когда смотришь его со стороны замка. То есть, попытайтесь посмотреть его, если там побываете со стороны замка Лауфен. Это очень здорово. Причем, кстати, в этом самом замке Лауфен есть хостел. Но мы там не ночевали, потому что свадьба была, места не было. Нужно вообще переночевать там. Плюс, ну, в плане культурных, город Берн, столица Швейцарии. Самая маленькая столица, 130 тысяч человек там всего живет. Город занесен в список семернадцать лет ЮНЕСКО. Он, так как страна не воевала очень долго, полностью сохранен. Вот в средневековой застройке своей. И Гёте об этом городе сказал еще. Пожалуй, это самое прекрасное место, где мы были. Вот о городе Берн. Там очень красивая река Ары, очень красивый на нее вид. Ведь там, ну, классно. Потом еще Сангалин, конечно, с сангалинским аббатством, который тоже занесен в список семернадцать лет ЮНЕСКО. Две железные дороги там занесены в список семернадцать лет ЮНЕСКО. Это Риттерская железная дорога. И уже забыл, какая я не скажу. Горы, конечно, занесены. То есть ЮНЕСКО, МЁНХ, АЙГЕР. Это тоже очень красивые горы. Бернский оберланд обязательно нужно посетить. То есть из Берна отъезжаешь буквально километров пятьдесят, и перед тобой такая панорама этих роскошных гор снежников. Вообще Альпы, конечно, ну, очень красивые горы. А знаете ли вы, что швейцарцы самые большие любители шоколада в мире? Они не только изготавливают это вкусное лакомство, но и с удовольствием его поедают. В среднем один швейцарец в год может съесть десять килограмм шоколада. Другая не менее интересная информация в нашей рубрике «Пять интересных факторов». В Швейцарии на каждую тысячу человек приходится 76 безработных и 80 человек, чей доход больше миллиона франков. Швейцарцы – самые большие любители букетов. Каждый житель Швейцарии старше 15 лет за год покупает цветов на 94 евро. Швейцария – единственная страна, где господствует прямая демократия. Все народные петиции приводят здесь в исполнение. Первый шоколадный батончик был изобретен в Швейцарии в 1819 году. Каждый швейцарец съедает приблизительно 221 батончик в год. Швейцарцы – самая изобретательная нация в мире. На миллион жителей Швейцарии приходится 2286 патентов. Всем известно, что в Швейцарии изготавливают качественные швейцарские часы. Это некий бренд. Может быть, вы посоветуете, что привезти из этой страны в качестве сувенира? В качестве сувенира впечатление о Швейцарии лучше всего привезти. Привезти свою Швейцарию в своей голове. А так, сувениры достаточно банальные. Это продукты, сыр, шоколад. Это магниты. Часы, да. Часов очень много. И к швейцарскому часу можно привезти в качестве сувенира. Потому что очень много китайцев продают подделок. И мы мало встречали часовых магазинов, где работали бы не китайцы. И это очень наводило на большие мысли. Да. Еще, кстати, там есть такая интересная достопримечательность. Называется она «Энгельбергская долина». В этой «Энгельбергской долине» в течение 40 лет снимали все индийские фильмы. Да-да, вы не ослышались, индийские. Так как штат Кашмир охвачен войной между Пакистаном и Индией уже 40 лет, то фильмы там снимать невозможно. И индийцы, вот этот знаменитый Болливуд, все свои фильмы снимал вот там в Швейцарии. Поэтому горы, которые вы видите в фильме, там «Зита и Гита» или «Танцор Диска» – это швейцарские горы. И так как индийцы, они вообще живут в своем кино, то порядка 5 миллионов туристов приезжает в Швейцарию, чтобы посмотреть на эти места, где снимались эти фильмы. Ну и последний вопрос. Вы были в этой стране почти месяц. Во сколько вам обошлось это длительное и интересное путешествие? Если вы поедете на велосипеде, то вам хватит на месяц, а и возьмете с собой палатку, это очень маловажно, то вам хватит 2,5 тысячи евро на троих, ну на двоих и на маленького ребенка. Если вы не возьмете с собой палатки и будете ездить на поездах, то я не знаю, какая это может быть сумма. Потому что, ну, один раз мы вынуждены были проехать на поезде, потому что там невозможно было проехать на велосипеде. Был туннель, один из самых больших туннелей в мире, туннель Фурка. Норвежцы построили на сегодняшний день чуть-чуть побольше туннель. Вот этот туннель Фурка, он 15 километров, а норвежцы построили где-то 18. Но швейцарцы готовят нам достойный ответ. Сейчас в 2012 году откроют туннель 52 километра, да, под горами все это идет. Это в районе перевала Сан-Гатар, где Суворов со своими столдатами проходил, знаменитейший перевал. И вот там мы вынуждены были проехать на поезде, и это обошлось нам в 200 франков. 6 тысяч рублей? 6 тысяч рублей, получается, да, проехать. И ехали мы на поезде порядка где-то часа 20 с двумя пересадками. Ну, с ребенка, слава богу, денег не брали, вот с меня и шуми. И при этом нас еще повязали контролеры, сказали, вы не заплатили за велосипеды, и требовались у нас еще 100 франков. Но удалось договориться на 10, и русский человек всегда не пропадет. Александр, спасибо вам за интересный рассказ, но если вы хотите стать участниками нашей программы, звоните по телефону, которую сейчас вы видите на своих экранах. И тогда вы смело можете сказать всему городу, и я там был. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok